Очень часто наталкиваешься на логотипы, которые, мягко говоря, отражают совсем не то, что задумывалось изначально. Хотя, может, так и задумывалось. Педиатрический центр Арлингтона. Здесь дизайнеру немного недоплатили, и он на логотипы изобразил себя справа, а заказчика слева. Это еще раз доказывает, что экономить на дизайне нельзя. А этот логотип Локом принадлежит шведской компании по управлению недвижимостью. Для тех, кто не знает, слово com переводится как сперма с английского. Это объявление для младших классов танца, а рисунок на нем напоминает те двухсмысленные изображения, используемые психологами, типа того, что вы видите, утку или кролика. Это объявление для танцевальных классов или славное празднование женского тела. Компьютерные врачи этой компании каждую консультацию просят, чтобы компьютеры сняли свои штаны для подключения этой странной мыши с непонятными выбросами. Голландский производитель колбасных изделий уверен, что его товар самый стойкий. Логотип стоматологической клиники. Похоже, зубные врачи этой клиники готовы своим титановым сверлом просверлить любую дырку. Это логотип комитета по делам молодежи католической церкви. Его придумали в 1973 году. Он казался настолько удачным, что даже удостоился премии в Лос-Анджелесе за выдающийся дизайн, который имеет смысл. Этим смыслом про католических священников уже никого не удивишь. Логотип Бразильского института восточных культур. Концепция рисунка «Восходящее солнце» за японским чайным домиком, но результат оказался совсем другим. Польская компания по продаже и установке спутниковых антенн полна энтузиазма. Они заставят стоять даже антенну. Хотите отведать чистейший кленовый сироп из штата Вермонт? Я нет. Горячая выпечка мамы. Я даже не хочу знать, какой формы получается их выпечка. А это логотип Билли Бой на энергетическом напитке, выпускаемом компанией по производству презервативов и интим-смазки. Я бы, честно говоря, не рискнул его приобрести, так как фиг его знает, что они туда добавляют. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и не забывайте оставлять сообщения под видео.